Рождество Пресвятой Богородицы – праздник, посвященный рождению Девы Марии. В православии этот праздник относится к числу двунадесятых и отмечается в большинстве церквей 21 сентября. Для прихожан Рождественского Богородничного Храма села Терычёва нынешний престольный праздник стал особенным. Подробности далее. 21 сентября текущего года стало запоминающимся днём не только для прихожан Рождественского Богородничного Храма села Терычёва, но и для всего видновского благочиния. Этот день соединил в себе три важных даты – 250-летие со дня основания Храма, освящение Храма после 23-летнего восстановительного периода и престольный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Примечательно, что в это солнечное утро в Храме впервые было совершено архиерейское богослужение. Прихожане и гости Храма приняли участие в службе и крестном ходе, который возглавил высокопреосвященнейший архиепископ Можайский Григорий. Рождество Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии празднуется Православной Церковью как День Всемирной Радости. В этот светлый день на рубеже Ветхого и Нового Заветов родилась Матерь Спасителя Мира, Господа нашего Иисуса Христа. Также радостно, что именно в этот день в Храме села Терычева совершалась еще и иерейская хератония – посвящение во священники. На праздничную службу пришло много молящихся, что свидетельствует о том, что верующие любят этот Храм и с любовью стремятся сюда. Не обошлось и без наград. Их получили те, кто активно трудился в пользу восстановления этого прихода. Огромную лепту в строительство церковного дома и воскресной школы, а также в благоукрашение храма внес Виктор Архипыч Конайкин, генеральный директор ЗАО «Спецнефтегаз». Также памятные награды получили алтарники и активные прихожане прихода. Настоятель храма Отец Вячеслав испытывает огромную радость от того, что восстановительные работы теперь полностью закончены. Многочисленный церковный приход живет насыщенной жизнью. Люди объединяют в первую очередь единая вера, любовь к Богу и к ближнему своему. Также в храме имеется воскресная школа, библиотека и даже флористический кружок, которым руководит матушка Елена. К чему же теперь будет стремиться Отец Вячеслав? А мы будем стремиться к тому, чтобы вместе с обновлением храма обновлялись наши души и души всех верующих. После праздничной службы прихожане и гости храма собрались за одним столом на общую трапезу. Всех переполняла общая радость и ощущение благодати. Я прихожанка уже, наверное, лет 17, но я трудилась 15 лет за свечным ящиком. Все они выполняли то, что он нам настоятель скажет. Вера Примаченко, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.